Как из однушки, мы сделали полноценную двухкомнатную квартиру. Все думают, что это просто шкаф-купе. Но на самом деле, это благодаря душевой кабине у нас образовалась эта не проблема. И такая ситуация у нас сложилась из-за того, что у нас небольшое пространство. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Рада вас видеть! Добро пожаловать! Меня зовут Наталья Шиманская, я дизайнер интерьеров. И в этом выпуске я хочу вам рассказать, как из однушки мы сделали полноценную двухкомнатную квартиру всего на 35 квадратных метров. Также я хочу рассказать, как нам удалось сделать ремонт всего за три месяца. Квартира находится в жилом комплексе Ленинградская 58, недалеко от станции метро «Водный стадион». Общая площадь квартиры 35 квадратных метров. Проект был сделан для молодой семьи Андрея и они. При покупке этой квартиры здесь была бетонная коробка. По проекту застройщика это была однокомнатная квартира. Я предложила заказчикам семь вариантов планировок, но по запросу им нужно было обязательно изолированные помещения и обязательно отдельная спальня. Обязательно нужно было достаточное количество мест хранения, но это должны были быть не такие прям визуально шкафы какие-то и тумбы. Они должны были быть незаметные, но достаточно вместительные. Мне хотелось бы с вами поделиться тем, почему так быстро у нас получилось сделать ремонт, именно за три месяца. У нас был нестандартный план работы, поскольку ребята хотели въехать побыстрее. Поэтому мы договорились, что они не будут дожидаться полного альбома проекта. Мы утвердили планировку, мы утвердили концепцию, эскизы. И после этого строители у нас приступили к работе. Когда мы приступили к разработке концепции данного пространства, у моих заказчиков было четкое понимание, что они хотят. Это должен был быть стиль минимализм с элементами лофта. Ну что, давайте пойдем посмотрим квартиру. Начнем наш рум-тур с кухни. Кухня у нас получилась довольно-таки большая, функциональная. И мы разместили довольно-таки большое количество всей необходимой техники бытовой. По моему совету, хозяева квартиры приобрели бытовую технику Хайр. У нее отличное соотношение цены и качества. Я же отмечу классный дизайн и наличие технологичных фишек. Встраиваемый холодильник Хайр идеально спрятался за фасадом. Он вместительный, имеет удобное сенсорное управление и систему Total No Frost, которая позволяет забыть о ручном размораживании холодильника. Духовой шкаф Хайр мы разместили в колонне на удобной высоте, чтобы не приходилось нагибаться постоянно во время готовки. Духовка включает в себя 6 уровней установки противней, что позволяет готовить сразу на нескольких уровнях. На духовке микроволновая печь Хайр. У нее встроенный гриль и удобное электронное управление. Варочная панель предполагает 9 уровней мощности и блокируется, если на ней нет посуды. Она может мгновенно нагреть одну зону до большей мощности с функцией Boost. А благодаря тому, что мы перенесли духовку в колонну, у нас под варочной панелью появилось дополнительное место для хранения. Если вы тоже хотите сэкономить место на кухне и приобрести качественную бытовую технику, я предлагаю обратить внимание на Хайр. Переходите по ссылке в описании и делитесь ей с близкими. А по промокоду INMYROOM20 вы можете купить технику Хайр со скидкой 20%. Все подробности в описании ниже. За счет того, что в данной квартире высота потолков большая, 3 метра, это нам позволило сделать кухню двухуровневой. То есть здесь два уровня шкафов. Сама кухня выполнена из пластика. То есть у нас из пластика выполнены фасады, столешница, фартук и фасады верхних шкафов. Как вы обратили внимание, кухня имитирует три вида текстуры. То есть это бетон, мрамор и дерево. Над кухней сделана ниша, но это у нас необходимость, потому что там проходит вентиляционный короб. В зоне фартука у нас расположены две рамки с розетками и выключателем подсветки кухни. Раковина выполнена в черном цвете. Смеситель имеет гибкий шланг. Это очень удобно при мытье посуды. Также стоит фильтр воды. Над раковиной у нас расположен шкаф для сушки посуды. Далее шкаф для хранения. Здесь у нас угловой шкаф для хранения. Он довольно-таки глубокий, и в нем можно разместить очень много контейнеров для хранения, например, сыпучих продуктов и контейнеров для макарон. Над варочной панелью у нас расположен шкаф для вытяжки. Но мы решили использовать все пространство, которое только возможно. И даже здесь мы сделали небольшие полочки, где у нас хранятся специи. А в колонне над техникой у нас расположен шкафчик для бокалов. И он очень объемный, вместительный. За счет того, что духовой шкаф мы переместили в колонну, под варочной панелью у нас освободилось место для хранения. В верхнем шкафу у нас двухуровневая система для хранения столовых приборов. На кухне установлена посудомоечная машина на 45 см. Этого достаточно для семьи, состоящей из двух человек. При установке в холодильник у нас образовалось пространство, которое также мы использовали для хранения. Поскольку основной задачей данного проекта было сделать как можно больше мест для хранения, но в то же время, чтобы это не бросалось в глаза, и вот как раз с этой задачей очень хорошо у нас справляются самые верхние шкафы на нашей кухне. А в зоне кухни у нас есть трековая система освещения с магнитными спотами, которые могут регулироваться и освещать любую зону, то есть в зависимости от того, кому удобнее. И также есть подсветка кухни над фартуком. Переходим в зону гостиной. В отделке стен мы использовали несколько материалов. С одной стороны у нас стена с декоративной штукатуркой, а с другой стороны у нас стена с выкрасами. Мы использовали два цвета палитры. Акцентный цвет – это у нас цвет трюфель. И основной цвет палитры – это мускатный орех. И чтобы визуально зонировать наше пространство, на одной из стен мы использовали стеновые панели в акцентном выкрасе. А теперь полезная информация для тех, кому предстоит ремонт и выбор краски. Для отделки стен рекомендую краски Монс от компании Ланерс. Это российский производитель красок премиум качества, с которым я давно работаю. Уникальные палитры разработаны известными дизайнерами из России и Европы. Оттенки легко подобрать для любой зоны и сочетать между собой. Особого внимания заслуживает краска Монс Интериор. Полностью акриловая матовая краска имеет 3% блеска и создает бархатистый эффект. Такое покрытие не только приятно визуально, но еще и стойкое и долговечное. Уникальной особенностью этой краски является то, что она не боится влажной уборки. А сложные загрязнения можно мыть щадящими мыльными растворами. Краски экономно расходуются, быстро сохнут и не имеют неприятного запаха. А также они экологичны и разрешены в детских и даже медицинских учреждениях. Если нравятся рельефные покрытия, обратите внимание на декоративную штукатурку SPART на основе микромрамора. Штукатурке можно придать цвет, так как она легко колируется красителями на водной основе. В зоне столовой расположен обеденный стол диаметром 90 см. Этот стол также раскладывается и за ним может разместиться полноценно 6 человек. Над столом обеденным у нас находится подвесной светильник. Около стола я предусмотрела розетку, которую можно использовать для зарядки телефона или также поработать за ноутбуком, если это будет необходимо. Как вы могли заметить, чтобы закрыть дверь, нам необходимо передвинуть стул. Но, в принципе, это не проблема. И такая ситуация у нас сложилась из-за того, что у нас небольшое пространство. Кстати, похожий стол и стулья вы можете найти на Marketplace in my room. В проекте в зоне гостиной обязательно должно было быть предусмотрено рабочее место. Также должен был располагаться диван. Он должен был быть полноценным, большим. Наш диван размером 2,20 см. Он раскладывается. Находится напротив ТВ-зоны. Самым большим достоинством этой квартиры являются, конечно, большие панорамные окна, которые выходят на Москварику. Под окнами расположен конвектор отопления. На стене у нас расположен вертикальный радиатор отопления, который прекрасно вписался в нашу концепцию проекта и является таким элементом лофта. На полу зону кухни от зоны гостиной отделяет гипоаллергенный ковер. Почему мы установили в нашем проекте алюминиевые плинтуса? Дело в том, что во всей квартире у нас предусмотрены двери скрытого монтажа. За счет того, что плинтус имеет маленькую толщину, мы имеем возможность полного открывания дверей. В рабочей зоне под столом у нас расположено достаточное количество розеток, чтобы использовать необходимую технику или зарядить телефон. В зоне гостиной, несмотря на то, что это небольшое пространство, у нас имеется 4 сценария света. Подвесной светильник над обеденной зоной, основное верхнее освещение – это трековые встроенные светильники, настенный светильник в зоне дивана и освещение рабочей зоны. Вот такой вот необычный линейный подвесной светильник, который позволяет осветить именно это рабочее место. В данной квартире все осветительные приборы, розетки и выключатели выполнены в черном цвете. В спальне для отделки пола мы использовали ламинат, так же, как и во всей квартире. У нас везде единый пол. Для отделки стен в спальне мы использовали краску и декоративную штукатурку, которая по фактуре у нас повторяет точно такую же, которая находится в зоне гостиной. На этой же стене у нас акцентный выкрас в цвет трюфель, такой же, как стеновая панель в зоне гостиной, и разделяет декоративную штукатурку и акцентный выкрас светодиодная подсветка. В спальне для хранения был предусмотрен шкаф. Для этого шкафа нам пришлось возвести нишу глубиной 60 см и высота этого шкафа 2,80 см. Он очень вместительный, большой. В этой зоне у нас вертикальные места для хранения и ящики, а в этой зоне у нас двухуровневые места для хранения для брюк и верхней одежды. В спальне мной спроектирован комод, который плавно переходит в туалетный столик. Это все под единой столешницей, занимает очень мало места, но очень вместительный. А в этой конструкции комода мне хотелось бы обратить внимание на вот эту вот зону туалетного столика. То есть под ней умещается пуфик. Здесь есть вместительное отделение для хранения каких-то личных вещей, зеркало и предусмотрена также розетка, которую можно использовать либо для фена, либо для зарядки телефона и других целей. Кровать в спальне размер 1,60 м на 2 метра. Кровать имеет подъемный механизм, что, кстати, тоже можно использовать как место для хранения вещей. А похожую кровать вы можете найти на Marketplace in my room. Радиатор в спальне мы не меняли. Он у нас остался от застройщика. Выглядит он очень хорошо и хорошо справляется со своей функцией. По проекту застройщика у нас очень широкие подоконники. Это большой плюс. И здесь мы единственное поменяли. Мы сделали их пластиковые под мрамор. На окнах спальни мы использовали следующий текстиль. Это шторы Blackout и вот такая вот прозрачная тюль. В спальне у нас 4 сценария освещения. Основной свет это точечные светильники. Светодиодная подсветка, которая встроена в ниши потолка. Настенные светильники около кровати. И светодиодная подсветка. Такая интерьерная. Она декоративная. Около изголовья кровати. Подписывайтесь на все платформы in my room. Там вы можете найти много советов для вашего ремонта. Отделка пола в прихожей у нас тоже ламинат. Все думают, что это просто шкаф-купе. Но на самом деле это такая мини-гардеробная. Она очень интересная. Она небольшая, но довольно-таки вместительная. С высотой потолка 3 метра, потому что мы здесь не опускали потолок. Изначально специально, чтобы было больше полочек для хранения. Также здесь у нас располагается слаботочка и конвекторный лючок. В этой гардеробной также имеется освещение. И плюс еще здесь можно хранить какие-то бытовые приборы. Например, пылесос, ведро. Ну, все, что необходимо. Поскольку у нас вот здесь вот глухая стена в этом шкафу, но мы тоже решили использовать ее по делу. Поэтому у нас здесь вот хранятся ключики. Освещение в прихожей у нас потолочные, встроенные точечные светильники. Также в прихожей у нас расположен кондиционер, розетка, которая может быть использована для сушки обуви и домофон. Дверь в квартире мы не меняли, оставили ее от застройщика. И акцентным элементом в нашей небольшой прихожей является вот такой вот пуф, который в одной цветовой гамме с нашим диваном из гостиной. Это удобно, можно присесть и одеть обувь. Сейчас мы находимся в зоне санузла и душевой. Отделка стен в санузле сделана керамогранитом двух цветов. То есть основной цвет у нас серый, напольный в белом цвете. И акцентная стена в душевой кабине тоже белого цвета. Также для отделки душевого поддона, который сделан в строительном исполнении, мы использовали мозаику из керамогранита. Соединение ламината и керамогранита мы оформили алюминиевым профилем. Благодаря душевой кабине у нас образовалась ниша, в которой мы расположили стирально-сушильную машину. В душевой кабине расположен смеситель с тропическим душем и лейка. Механизм открывания дверей в душевой кабине раздвижной. Это очень удобно. Это экономит нам место. Также у нас образовалась вот такая вот полочка шириной 10 см. Это получилось из-за того, что у нас там внутри расположена инсталляция. Но это удобная такая система. Можно расположить какие-то вещи, декор. В зоне санузла и душевой у нас расположен теплый пол. Над инсталляцией у нас расположен лючок с пуш-открыванием, внутри которого у нас проходят все коммуникации. Также над зеркалом у нас имеется второй лючок. И там у нас расположен бойлер для нагревания воды. Около раковины мы разместили розетки. Они со шторками, чтобы не попадала туда влага. Раковины у нас с тумбой. Тумба у нас подвесная. Под раковиной располагается розетка. Это у нас специальная розетка, которой стоит станция для робота-пылесоса. Освещение в ванной у нас потолочные, встроенные светильники. И обязательно присутствие вытяжки. Вот и закончился наш рум-тур. Если вам было интересно, пишите свои вопросы в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok